МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». В последнюю пятницу февраля состоится первое заседание весенне-летней сессии парламента. На чем будут трудиться законодатели, на чем будет сконцентрировано законотворчество народных избранников? Поговорим с нашим гостем, руководителем самой большой парламентской фракции, председателем партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаной. Здравствуйте! Добрый вечер! Состоится первое заседание весенне-летней сессии. В прошлом году, как и всегда, фракция партии социалистов вела себя достаточно активно вот в этом законотворческом поле. Было выдвинуто много инициатив, некоторые из них, как, например, продление патента, который сейчас получил такой резонанс. Ведь смотрите, как неожиданно и как очень важно и вовремя это было сделано. Какие приоритеты ставят сегодня партии социалистов перед собой, уже входя в весенне-летнюю сессию? Ну, давайте скажем, это начало весенне-летней сессии, но вместе с тем это и начало нового года, потому что после нового года в 2017 году еще не было заседаний парламента. Будем надеяться, что после вчерашнего заседания Бюро наконец парламент соберется завтра на заседание, потому что по логике вещей должны были собраться еще где-то в середине февраля, мы уже в конце февраля. Есть повестка дня, которая была утверждена на заседании Бюро. Посмотрим, что еще будет дополнительно. Какие-то у нас есть предложения дополнительные, которые мы будем вносить на начало заседания сессии. Тем более, что за этот период произошло очень много интересных событий. Но я хочу сказать, что в прошлый сезон мы имели где-то более 200 законодательных инициатив. Некоторые из них были рассмотрены. Вы отметили, что касается патентодержателей, что продлили срок для тех, кто работает по патенту еще на два года по нашему предложению. Были и другие инициативы, чтобы какие-то пороги для получения социальной помощи, социально уязвимым слоям населения, чтобы была более доступна эта социальная помощь. Были и другие, что касается приватизации жилья для молодых семей, для семей с тремя и более детьми. Потому что в один период получилось, что те, которые не имели боны, не смогли приватизировать свои квартиры. Поэтому мы в этом направлении работали. И, как вы прекрасно понимаете, главный акцент был на социальную защиту наших граждан, в том, что это самые уязвимые слои населения сегодня. И им нужно помогать. Конечно, всем сразу мы не у власти. Мы находимся в оппозиции. И, кстати, хочу сказать, что фракция социалистов в дальнейшем в парламенте будет, как и вся партия, в оппозиции к нынешней власти. Мы с ними будем бороться. Это наша цель. С их прерогативами мы не согласны. Мы имеем свои приоритеты, которые записаны. И в нашем плане работ, которые мы уже составили на весь 2017 год, как партия, и в плане работ фракции социалистов в парламенте. Но сегодня мы уже имеем разработанные более 20 законодательных инициатив. Это, в первую очередь, и экономические инициативы, и социальные инициативы. Что касается индексации пенсии, потому что сегодня вообще непонятно, что произошло по новому законодательству, который они разработали. Мне кажется, что они разработали очень быстро это законодательство. И сами не могут разобраться, что у них в действительности творится. Поэтому мы будем выходить с такой законодательной инициативой об индексации пенсии два раза в год. Это будем делать. И есть и другие инициативы, что касается поддержки семей с детьми, которые при рождении ребенка. Как обеспечить ту мамочку всем необходимым, которая родила ребенка, чтобы она не была брошена на произвол судьбы. Поэтому в этом направлении мы работаем. У нас есть наши приоритеты экономические, что касается стабильности налоговой системы, что касается налоговой системы, чтобы играла свою стимулирующую роль. Эти законодательные инициативы мы будем все выдвигать. Мы обсуждали, вот и вчера было у нас заседание фракции, мы очень детально обсуждали весь наш пакет законодательных инициатив. Есть другие в разработке. Наш главный приоритет — быть ближе к людям. Вот это мы будем следовать. Мы свои приоритеты не отменяли. Вы говорили, что фракция была достаточно активна в предыдущем парламентском сезоне. Я хочу сказать, что наша активность будет продолжаться и, может быть, даже усиливаться. Несмотря на то, что все говорят про президентскую партию, да, про президентскую партию. Но бороться с нынешней властью мы будем, пока не добьемся своей цели парламентских выборов. И народ сделал свой выбор в ноябре месяце прошлого года, когда сказал, что нынешняя власть должна уйти. Я так понимаю, результаты выборов президента большинства граждан сегодня абсолютно недовольны ситуацией, в которой они находятся. Поэтому они проголосовали за совершенно другого человека, который не из нынешних властей, который будет бороться вместе с нами, а мы будем поддерживать. Зинаида Петровна, хотелось бы поговорить и о первой законодательной инициативе главы государства, об аннулировании закона, который перекладывает на плечи простых граждан ответственность за возврат тех миллиардов, которые исчезли из нашего бюджета. В рамках пресс-конференции, которая была не так давно, вы говорили о том, что будете продвигать эту инициативу, фракция выступит с этим. Как собираетесь это сделать? Как это будет? Мы это будем выносить как предложение. Мы абсолютно согласны с этой инициативой президента. Потому что действительно, мы говорили и на предыдущей сессии парламента, о том, что не народ должен возвращать эти деньги, а деньги должны возвращать те, которые своровали. А сегодня те, которые своровали, притворяются, что они где-то ищут. Они сами в своих-то карманах не могут искать. Поэтому, естественно, эта законодательная инициатива, мы считаем, что должна быть аннулирована. Поэтому инициативу президента мы будем поддерживать любыми легитимными способами. Да, это есть. Мы будем это продвигать и во всех комиссиях парламентских. И будем требовать, чтобы ставили на голосование в парламенте. Причем ставили на голосование в парламенте поименно, чтобы народ видел своих героев, кто как проголосовал. Те, которые не будут голосовать за инициативу президента, значит, они заодно с этими, которые... То есть это расписывание в соучастии. Конечно. А иначе как? Без соучастия не могли своровать миллиарды. Об этом все знали. И тем более они готовили законодательную базу под себя, чтобы это произошло. Но ведь нетрудно предположить, что законодательное... То есть парламентское большинство, возможно, и не поддержит это предложение. Как быть с этим? Возможно, и не поддержит. И, скорее всего, не поддержит. Хотя я говорю, мы на каждом... Пока не будет поставлено на голосование в парламенте, на обсуждение в парламенте этой инициативы президента, мы, конечно, будем всегда ее предлагать. Парламент не поддержит. Ну что ж, спросим Совета у народа. И это возможность есть. Почему нет? Нужно выйти к народу и спросить. Вы согласны возвращать этот миллиард, который своровали из банковской системы? Или не согласны? И они, те, которые находятся у власти, конечно, ищут все возможные формы говорить о том, что да, вы это не можете продвигать как референдум. Почему не можем? В Конституции сказано, что нельзя выводить на референдум вопрос о налогах, доходах, расходах. А это касается бюджета. А это касается долга. Долг, который переложен на плечи людей. Потому что долг, который переложен на бюджет, это означает, что у людей забирают то, что должны они получить из бюджета, и просто возвращают этот долг. Могли придумать и другой способ. Но я думаю, что тут они не сумели или не хотели обсуждать вопрос и с Международным валютным фондом. Потому что это была записана как отдельная строка в меморандуме с валютным фондом. Я это видела. И у правительства не хватило способностей или не было желания вообще обсуждать с валютным фондом, что можно найти другие способы, как вернуть этот миллиард. И обеспечить это за счет возврата реальных денег на национальный банк. А не просто перекладывать как долг на плечи всех людей. Поэтому я думаю, что народ поддержит нашу инициативу. Мы с этим будем выходить. Почему нет? Президент недавно заявил о том, что выступит с инициативой об изменении Конституции страны. И в данном случае с целью возможности распуска парламента, если я правильно понимаю, эту инициативу. Поддерживаете ли вы это намерение президента? И какие существуют варианты реализации этой инициативы? Президент выступит с этой инициативой. Это означает расширение полномочий президента по русскому парламенту, кроме тех, которые сегодня прописаны. Вы смотрите, что сделали нынешние, которые находятся у власти, нынешняя коалиция, которая, я считаю, что она вообще нелегитимна, потому что народ не голосовал за такую коалицию. И не голосовал народ за независимых депутатов. Откуда они взялись? Поэтому тут у нас тоже есть свои видения. Видимо, мы и в этом отношении готовим законодательную инициативу. Но, опять-таки, надо выйти к народу и спросить народ. Народ дает, хочет дать всенародно избранному президенту такие полномочия. И поверьте мне, что народ этого хочет. Вы знаете, что президент страны Игорь Николаевич Дадон, он, как и обещал, в период избирательной кампании, что будет встречаться с людьми после избирательной кампании, он начал проводить такие встречи. Я была на нескольких таких встречах, где народ прямо спросили. Президент, который стоит и отвечает на вопросы людей по два с половиной, по три часа, на прямые вопросы людей, когда президент спросил, хотите ли вы, чтобы этот парламент был распущен, все в один голос, залы большие по 800-900 человек, все в один голос отвечают, что, конечно, хотим. Значит, доверия нету никакого, а это показывают и все социологические опросы, что доверия к нынешним властям нет никакого. Зинаи Петровна, в апреле, как уже известно, глава государства намерен подписать соглашение с Евразийской экономической комиссией. Ваше отношение к этой инициативе и что это подписание, на ваш взгляд, даст гражданам Республики Молдова? Не помешает ли власти этому процессу, сегодняшней власти? Власть, я думаю, что никак не может помешать этому процессу. Я была на этой встрече в Евразийской экономической комиссии, когда президент Молдова вышел с этой инициативой, чтобы подписать кадровое соглашение с Евразийской экономической комиссией. Более того, Игорь Николаевич попросил, чтобы Молдове был предоставлен в Евразийской экономической комиссии статус наблюдателя. Я думаю, что, скорее всего, Евразийская комиссия рассмотрит этот вопрос и будет предоставлен в Молдове такой статус. Это ни к чему не обязывает. Это не исключает то, что вот Молдова, нынешние политики, которые подписали политическое, чистое политическое соглашение об ассоциации с Евросоюзом, почему я говорю чисто политическое, потому что не подумали об экономических последствиях, что потеряла Молдова. Поэтому, конечно, нам нужно изучить опыт, что там происходит в Евразийской экономической комиссии. Никто нас прямо туда не тащит силы. Мы сами должны понять. Вообще, это надо было делать и с Евросоюзом. Не подписывать чисто политическое, необдуманное соглашение об ассоциации и о свободной торговле с Европейским Союзом, потому что конкурент нам не Россия. Россия – это рынок потребления, рынок экспорта, куда мы можем экспортировать свои товары. А вот страны из Европейского Союза точно нам конкуренты, потому что они в большинстве стран производят те же продовольственные товары, что производим и мы. Им, как бы они широко, Европейский Союз не открывал двери и не говорил, что, пожалуйста, экспортируйте, никто туда не может ничего поставлять практически. Поэтому мы потеряли полностью российский рынок, и я не боюсь этого слова, и не приобрели европейский рынок. Поэтому надо посмотреть, что нам более выгодно, где мы должны быть в первую очередь. И партия социалистов и в дальнейшем будет выступать за отмену этого политического соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Мы понимаем прекрасно, что для этого нужно брать власть, для этого нужно иметь большинство в парламенте. И мы не скрываем, мы к этому стремимся, мы к этому идем. Мы все прекрасно отдаем себе отчет, но быть в качестве наблюдателя, иметь какое-то кадровое соглашение с этой Евразийской экономической комиссией, я думаю, что это вполне разумно. Мы с ними постоянно на протяжении всего этого периода, скажем, с 2009 года общаемся. Знаем многих экспертов оттуда. Вы знаете, что мы не один круглый стол организовывали. Понятно, нужно более детально изучать, что Молдова от этого получит. Но в чем я совершенно уверена, что от кооперации с Евразийской экономической комиссией мы можем только получить производственную кооперацию на уровне промышленных предприятий. Что нам очень важно. То, чего не имеем мы, к сожалению, от соглашения о свободной торговле и об ассоциации с Европейским Союзом. Да, не будут поставлять. Вот смотрите, я всегда говорю про этот пример, он мне нравится, он более наглядный. Мы в прошлом году поставили на рынок Европейского Союза 60 тонн яблок. 60 тонн – это две машины, две фуры, как говорят. А импортировали оттуда полторы тысячи тонн яблок. Это что означает? И по многим другим товарным позициям то, что мы происходим. Не то, что говорят, что растет какой-то экспорт в страны Евросоюза, так растет экспорт, от которого нам не остается добавленная стоимость, от которого ничего нет, никакого экономического роста. Потому что то, что завозят какие-то материалы для швейного производства, тут перерабатывают и по договору отправляют назад. Так это означает увеличение экспорта. То, что нужно смотреть, потому что можно говорить все, что угодно. Но надо реально смотреть, что чувствуют люди, реальные люди, что чувствуют. Да и от чего национальная экономика богатеет? От чего богатеет национальная экономика? К сожалению, у нас национальная экономика не очень-то богатеет. В прошлом году достаточно много спорных законопроектов было представлено для обсуждения в парламенте. Вот один из них – аналоговая амнистия. Какое ваше мнение по поводу этого законопроекта? Состоится ли его принятие в окончательном чтении? Мы голосовали против этого законопроекта, даже выступали против обсуждения вообще, потому что, по сути, это не может быть. Мне кажется, что это не что иное, не то, что кажется, действительно это так есть, не что иное, как легализация тех денег, которые украли из банковской системы. Вот давайте легализует страна их, и страна будет знать своих героев, они покажут реально деньги, откуда они взялись у них эти деньги. Поэтому этого никак не должно допускать. И в таком виде даже любая налоговая амнистия, когда есть, или амнистия капитала, она должна чем-то другими еще экономическими мерами сопровождаться. Сейчас она делается только... А кроме того, там есть еще что, что никто никого не будет проверять, те, которые задекларировали какие-то свои нелегальные доходы. Это возможно так делать? Да, мы тоже когда-то прибегали в 2008 году к такой мере. Но тогда это происходило в комплексе с другими мероприятиями. В комплексе с то, что мы дали какое-то налоговое послабление для экономических агентов. Была введена ставка ноль налога на доход. Была введена то, что всю прибыль, которую получает, реинвестирует, чтобы экономика заработала. Мы делали это в комплексе того, что из Национального банка они своровали этот миллиард евро. А мы полтора миллиарда лей взяли из валютных резервов Национального банка и отдали как льготные кредиты в банковскую систему для развития экономики. И это имело какой-то свой эффект положительный. И это нужно делать постоянно. А они перекладывают миллиарды на плечи государства, а значит на плечи населения. Потому что мы все с вами являемся налогоплательщиками, платим бюджет, и эти деньги из бюджета должны перераспределяться. Но не на покрытие каких-то воров. Простите меня, пожалуйста. Ну вот еще одно решение, которое активно обсуждается простыми людьми, сбудоражило буквально в прошлом году, это пенсионная реформа. Да. И она является выполнением одних из условий, которые содержатся в меморандуме с МВФ. Ваша оценка такой реформы и вообще оценка сотрудничества с МВФ в той форме, которая сегодня анализуется. Вы понимаете, МВФ – это такая организация, с которыми нужно уметь вести какой-то постоянный диалог в интересах страны. Вот то, что я слышу от некоторых экспертов МВФ, у меня дается впечатление, что наши переговорщики со стороны Молдовы вообще не ведут никакие переговоры в интересах страны. Вот мы сделаем все, что угодно, только дайте деньги. Вы думаете, у меня опыт переговоров с валютного фонда было, скажем так, где-то с 1994 года до 2009 года. Да, нам не ставили такие же условия, нам ставили, но мы переговаривались. Кроме того, в 2006 году, когда после длительного отсутствия валютный фонд вернулся в Молдову, меморандум с валютным фондом, то есть тот план мероприятий, тот план реформ составили мы правительство. И мы его предоставили в миссии валютного фонда и обсуждали, что нужно сделать. Нынешний что? Валютный фонд смотрит и ставит какие-то условия. Увеличение пенсионного возраста, увеличение пенсионного стажа. Повышение тарифов на энергоресурсы, сокращение субсидий в сельское хозяйство. Это не кабальные условия, это не уничтожение, в первую очередь, экономики и социальной сферы в Молдову. Конечно, уничтожение. А нынешние, потому что раньше валютный фонд, скажем так, напрямую деньги на поддержку бюджета не выдавал никогда на финансирование бюджетного дефицита. Сейчас появилось новое, что валютный фонд не только на поддержку национальной валюты для национального банка, но и для финансирования бюджетного дефицита. И вот чтобы получить эти деньги, чтобы покрыть свои погрешности, они готовы на все. На, извините, издевательство просто над собственным народом. Но ведь это деньги, которые идут на проедание, как вы экономисты говорили. Конечно, это же не на инвестиционные проекты. Я сколько раз в парламенте говорила. И обсуждала этот вопрос и всемирным банкам. Но это должно наш парламент решить, должно наше правительство решить, что деньги, которые получают из-за рубежа, независимо, кредиты, гранты, они должны иметь строго целевое назначение. Вот это на здравоохранение, значит, это идут абсолютно на здравоохранение, причем дополнительно к тем, которые запланированы в бюджете. А не так, бюджетные наши, бюджетные средства урезаются, а идут дополнительно из зарубежных кредитов. Конечно, это проедание. Конечно, это проедание, это дорога в никуда, это дорога в долговую яму, в долговую кабалу, из которой потом придется выходить очень тяжело. А это на плечи народа ложится. Потому что если бы эти кредиты направлялись на инвестиционные программы, это бы создало какую-то добавленную стоимость. От этого создалась бы прибыль, из этого можно возвращать. А если мы проедаем, откуда мы будем возвращать? Сокращаем следующие, будущие расходы. Буквально не так давно в этой студии прозвучало утверждение, что подобная работа с международными финансовыми структурами ведет к тому, что страна, в общем-то, не просто банкрот, страна, которая должна будет рассчитываться своим суверенитетом. То есть она становится абсолютно зависимой от внешних рукащиков. Это означает внешнее управление. А внешнее финансовое управление страны – это, конечно, потеря суверенитета. Кому-то нужно вывести страну. Есть же у нас такие к этому. Есть же у нас такие, которые выступают за ликвидацией независимости Молдовы, за ликвидацией вообще страны. У меня иногда создается такое мнение, что к этому ведут абсолютно целенаправленно. И в этом случае удивляешься, почему не работают государственные учреждения, которые должны стоять на защите Конституции, государства, и почему, например, не наказывают тех, кто призывают напрямую, призывают к уничтожению стран. А не работают, потому что они все под чем-то каблуком. Поэтому и не работают. Они все управляемые, наверное, той кучкой людей, которые хотят ликвидировать Молдову. И вот это, наверное, и есть кризис государства. И это есть кризис нашей государственности. Накануне спикер парламента Дриан Канду говорил о том, что законопроект об изменении избирательной системы будет рассмотрен на заседании парламента в течение ближайших двух недель, как говорил Андриан Канду. Какой позиции придерживается фракция партии социалистов? Я думаю, что... Ну, в принципе, мы обсуждали во фракции, обсуждали на политоисполкоме партии. Я думаю, что наше общество, наша политическая система, политический класс к этому не готов. Не готов к изменению избирательной системы, будь то смешанной или будь то одномандатной округа, потому что именно происходит то, что происходит. Сегодня те, у кого административный ресурс или у кого больше денег, которые ушли из-под легального контроля государства в какие-то частные фонды, они этим и управляют. Поэтому на этом этапе мы не готовы прийти к какой-то смешанной системе, либо к одномандатной. Есть сегодня партийная избирательная система по политическим партиям, и этого нужно придерживаться. Конечно, может быть, у нас слишком много политических партий, но все равно люди голосуют за те, кто сильнее, за те, которые видят. Они уже, наверное, за эти 7 или 8 лет уже практически люди много чего увидели. Много чему научились и увидели, кто обещал рай на земле и что получилось. Или Молдова без коррупции, без олигархов, которая в этот период процветала. Или обещал проевропейскую в Молдову. И сегодня доверие людей к проевропейскому курсу снизилось с 70%, которое было в 2007-2008 годах, снизилось до 30% в нынешний период. Это о чем-то говорит. Это значит, что люди, которые декларировали одно, а делали совершенно другое, они совершенно не интересовались и не интересуются будущим страны, независимостью своей страны, не интересуются то, что болит простых людей. Не заботятся о простых людях. Можно, не знаю что, раздавать сколько угодно, из каких-то частных фондов. Но если не работает система государства, люди это все равно почувствуют, рано или поздно. И я думаю, что уже настало время, когда люди это чувствуют. Не зря 80% населения считают, что страна движется в совершенно неверном направлении. Мне кажется, власти все-таки позаботились о нас, простых гражданах, когда назначили нас теми, кто должен вернуть украденные кем-то миллиарды. Вот это и есть настоящая забота о простых гражданах. Потому что они заботятся только о собственных карманах. Но есть и другое, что если нынешним властям подотчетна абсолютно судебная система, тогда чего можно ожидать? Поэтому надо изменять и Конституцию, надо расширять и полномочия президента. Работа предстоит нелегкая. Сегодня партия социалистов провела акцию протеста перед офисом Министерства здравоохранения. И речь идет о том, что протестовали против повышения цен на медицинские услуги. Да, тарифов на медицинские услуги. Как вы оцениваете вот эту инновацию правительства? Будете ли требовать отмены? Мы категорически будем требовать отмены этого постановления правительства, повышения этих тарифов на медицинские услуги. Ну, когда повысили тарифы с 19 лей до 112 или 90 даже лей, они подумали о простом человеке? Может быть, простой человек, который не имеет возможности купить себе этот полис, он по одной простой причине не может купить, потому что он не имеет достаточно денег, сколько стоит сегодня этот полис. И мы предлагали, кстати, и будем предлагать снижение этого стоимости медицинского полиса и повышение перечня услуг, которые оказываются за счет этого медицинского полиса. Но вы понимаете, мы когда обсуждали, я думаю, что это будут и слушания в парламенте, мы будем требовать этих слушаний в парламенте, вплоть до отставки министра здравоохранения, потому что министр здравоохранения, который вот такое подсунул на правительство, или все правительство, они соучастники, или они просто не читают те бумаги, которые утверждают на заседании правительства. Мне кажется, иногда, что и правительство просто превратилось в машину, которая просто голосует и не думает, что голосует, не думает о собственном народе. Ну, что это за утверждение, что давно не повышались эти тарифы на медицинские услуги? Так подумайте, кто будет платить эти медицинские услуги. И так сегодня медицина недоступна. И так все люди критикуют этот полис медицинского страхования, который понимает, что идешь и не можешь получить качественное медицинское обслуживание. Да они сами по себе дискредитировали эту систему медицинского страхования и вообще медицинского обслуживания. И те реформы, которые сегодня проводятся в области медицины, в области здравоохранения, мне кажется, что они делают все возможное, чтобы как можно дальше отодвинуть от людей медицинские услуги. Ну, а это что называется? Не геноцид против собственного народа. Поэтому мы, конечно, будем требовать отмену соответствующего постановления правительства. И, конечно, министр за это должен отвечать. В прошлом году после президентских выборов Игорь Дадон, как того требует сегодняшнее законодательство, сложил в себя полномочия председателя партии социалистов и образы проведения политическим формированием перешли в ваши руки. Спустя несколько месяцев, как вы себя чувствуете в роли председателя партии, новой должности, и как осуществляется взаимоотношение или общение бывших коллег по партии, я имею в виду главу государства и партии социалистов? Да, мне кажется, что в этом отношении абсолютно все нормально. Нам не нужно было что-то изменять резко. Я всегда была в команде партии социалистов. Мы собрались с коллегами, составили свой план мероприятий. Была принята резолюция на съезде в декабре месяце на вне очередном дом съезде партии. Мы понимаем, что нам нужно делать. Мы понимаем, что мы будем поддерживать инициативы президента. А президент не будет выдвигать никаких антинародных инициатив. И мы будем поддерживать. И я думаю, что президент будет поддерживать и наши инициативы. В этом нет ничего такого. Конечно, у нас есть и отдельные наши проекты, как то Молдова в мире. Это означает, что мы должны поближе работать с нашими диаспорами, которые находятся за границей независимо, где на востоке или на западе. Это тоже наши граждане. Они в первую очередь в большинстве случаев лишены права голоса. То, что вы видели, что произошло в России и в некоторых других странах. Избирательные участки. Надо дать им возможность высказаться, этим гражданам, за кого они будут голосовать. Другое дело, что власти нынешние боятся, что те, которые находятся за границей, будут против этой власти голосовать. Мы выступаем за реинтеграцию страны. И это очень важно. Наверное, слышали про наш проект «Два берега, одна река» Днестр. И Днестр должен стать рекой объединения. В этом направлении мы на политическом уровне, на партийном уровне будем работать. Мы поддерживаем инициативу президента. Покажите мне одного президента, который взял на себя смелость. Бывший президент Молдовы поехал в Приднестровье встретиться с руководителем оттуда. Надо понимать, что там выросли целые поколения, которые никогда не были вместе. Два берега. Но вместе с тем в этом направлении маленькими шагами пусть. Но нужно работать. Я совершенно уверена, что эту проблему можно решить. Самое главное, чтобы люди понимали. Потому что там воспринимают, не зная реальной ситуации, воспринимают, что тут все какие-то унионисты выступают за ликвидацию Молдовы. Конечно, будет боязнь. Но у нас есть опыт, как мы работаем с гагаузской автономией. Я думаю, что вы знаете, что была инициатива Игоря Николаевича о федерализации. Да как бы мы ни называли это, самое главное объединить страну. Чтобы эта страна была вместе. Мне кажется, что у Молдовы нет таких партнеров внешних, которые не выступали бы за это. Но одно дело говорить, а другое дело делать какие-то конкретные дела. Все должны сесть за один стол и сказать, ну, ребята, мы братья все. Нам-то делить нечего на этой маленькой пяде земли. Поэтому давайте мы будем все вместе. И наши партнеры будут выступать именно за объединение Молдовы, чтобы это была одна страна. В этом направлении мы будем работать. Конечно, мы будем, я уже сказала, что мы будем стараться быть ближе возле граждан. И поэтому центры, давайте будем называть такие центры, или что по защите граждан, возле каждого офиса партии, когда люди смогут прийти даже с какими-то... Мы сегодня оказываем юридическую помощь, юридическую консультацию бесплатно всем гражданам, которые обращаются в центральный офис, в Бельце. Это будем делать и по территории. Наши депутаты ведут постоянный прием раз в неделю, по понедельникам прием граждан в офисе партии. Мы будем также... Потому что в большинстве случаев делается, когда и районные советники, и муниципальные советники в Кишневе делают муниципальные советники прием граждан. У нас создан сайт, ну, такая программа, петиция МД, куда все люди могут онлайн обратиться с любой своей просьбой. Я хочу сказать, что эти все петиции в большинстве проходят через меня, и их направляю по соответствующим депутатам, муниципальным советникам. У нас есть прием граждан в центральном офисе, партийном, я как председатель партии по вторникам, и исполнительный секретарь в понедельник ведет прием граждан. Ну, конечно, мы будем консолидировать работу всех наших районных партийных организаций. У нас во всех районах есть структуры, есть председатели районов, некоторые от партии социалистов. И это очень важно. Не то, что это административный ресурс, но это помогает быть ближе к людям. Мы к этому будем стремиться независимо. Мы у власти, не у власти, мы должны... Вот не можем всей стране помочь, но можем одной бабушке помочь. Это уже вперед сдвинулось. Можем завтра другому помочь, это уже вперед. Ну, полностью с вами согласен, потому что сегодня есть такой определенный вакуум в отношениях между простыми гражданами и представителями в ветве власти. Этот вакуум ощущается нам, как журналистам, он буквально физически ощущается, потому что в тех или иных интервью на любую тему, когда общаешься с простым горожанином, сельчанином, ты видишь, что ему с этим его конкретным вопросом порой даже некуда идти. И для этого, чтобы быть услышанным, прежде всего, а уже потом появляется надежда, а уже потом, когда появляется решение этих проблем, конечно, это дорогого стоит. Это дорогого стоит, и это нужно делать на постоянной основе. Вот мы пытаемся так соорганизоваться, чтобы быть как можно ближе к людям и учить всех наших коллег, всем вместе учиться. Мы всем учимся. Надо ценить каждого человека по одной простой причине и уважать его, потому что он человек. Вот будем так поступать, значит, люди к нам потянутся. А люди уже потянулись. Это главное. Партия социалистов уже высказалась о готовности провести, например, референдум по аннулированию вот этого закона, о миллиарде, о референдуме по расширению полномочий президента. Как насчет отставки генерального примара? Будет ли продолжена работа в отношении того, что, ну, может быть, попытка номер два, либо еще какой-то возможный исход, или решение проблемы, связанное с таким, на сегодняшний день, катастрофическим управлением главным городом страны? И этот вопрос продиктован даже не столько журналистским интересом, сколько зрительским. Ведь мы, наши зрители, кишиневцы, они просто бьют в колокола. Что происходит в городе? Наши кишиневцы, мы все живем в этом городе, который, к сожалению, сегодня даже нельзя назвать столицей Молдовы, хотя это как таковое является. Я думаю, что нынешний примар, это не громко будет сказано, весь этот период, с каких пор находится у руля мэрии, целенаправленно уничтожает город. Целенаправленно уничтожает столицу, потому что мы видели, они открыто объявили, нам этого ничего не надо тут, у нас все есть в другом месте. Ну, так, пожалуйста, езжайте туда, ну, оставьте людей тут жить, любить свой город. Потому что очень много людей, я в 2015 году встречала столько людей, у которых душа просто кровью обливается, из-за того, что они видят, что творится в Кишиневе. Сегодня, вот посмотрите, на что похож Кишинев. Куда мы двигаемся? Кишинев движется назад. Конечно, этот примар должен уйти в отставку. Каким способом? Мы над этим вопросом работаем и будем требовать отставку генерального примара, потому что он не справляется со своими обязанностями, тем более того, мне кажется, что он как злоумышленник не справляется, потому что не хочет ничего делать для Кишинева. Даже простые вещи. Не ходит он по Кишиневу. Ездит по другим столицам, по европейским столицам. Посмотрите, как люди живут. Один простой пример возьми, сделай в Кишиневе, чтобы люди этого почувствовали. Ничего. И, конечно, примар, который не хочет заниматься городом, он не должен быть руководителем города. У нас такое мнение. Мы этого мнения будем придерживаться и требовать отставки. В нашем эфире был недавно репортаж о том, как в стране, которую, допустим, сегодняшний столичный мэр заявляет, никогда не будет считать европейской страной, речь идет о России, так вот она скоро станет столицей международного чемпионата по футболу. И вот один из городов, а именно Калининград, он так же, как и Кишинев, очень много отстраивался в послевоенные годы такими зданиями, которые мы привычно сегодня называем хрущевки. И у нас их тоже очень много. Сегодня это жертвы проектов мансард, эти дома. Вот что сделали в Калининграде? Они решили из хрущевок создать арт-объекты. Практически каждый из этих домов становится фасадой, превращается в фасады домов, построенных в конце 17-го, начало 18-го веков. Это такое немецкое барокко. Вот они возвращают такой облик, и горожане сами, знаете, в таком веселом шоке. Они не ожидали такого подарка властей, но тем не менее город преображается буквально на глазах. И, конечно, есть затраты, понятно, но сама идея, ее реализация, она, знаете, беспримерная на сегодняшний день, потому что нет такого аналога. У нас таких домов достаточно много, они еще способны долго существовать и реализовать свое прямое назначение, быть жильем, но внешний вид этих домов, конечно, желает лучше. И мне кажется, вот это, знаете, когда мы говорим о Кишиневе, мой белый город, цветок из камня, то это уже история. Это уже никак не сегодняшний день. Вы знаете, все можно решить, и деньги можно найти, и деньги есть. Просто нет хозяина. А у того хозяина, который сегодня есть, есть совершенно другие интересы, разрушить Кишинев. По-другому это нельзя квалифицировать. Поэтому вот то, что я видела в вашей репортаж, который про Калининград, мне тоже очень понравилось. Есть очень много хороших идей, которые не стоят и больших денег. Когда меня спрашивают... Там абсолютно городской бюджет, это сильно. Городской бюджет. Просто деньги, которые должны поступать в городской бюджет, должны в городской бюджет поступать, а не в какие-то частные карманы. И не должны быть эти фирмы-посредники, которые за оказание каких-то услуг городу, они увеличивают эти цены на услуги до безоблачных. То же самое, что и по ремонту дорог в Кишиневе и все прочее. Деньги должны быть там, где должны быть. И тогда люди будут совершенно по-другому. Люди хотят дорожить своим городом, хотят гордиться своим городом. Но у нас нет хозяина. Поэтому наша фракция в муниципальном совете, конечно, выступает и против этих незаконных строек, которые не то что... Им не хватает ума, потому что то, что сделали с этими мансардами, это было издевательство и над людьми. И мы бегали вечно, наши муниципальные советники, по жалобам этих людей. И вы знаете, сгоревшие здания, которые были потом, люди остались вообще на улице. И те, которые жили постоянно в этом доме, не те, что на мансарде, а те остались без своего жилья. Поэтому это... А раз случилось такое однажды, так его давно не должно было быть, этого мэра города. Он сам должен был, по сути, подать в отставку. Ну какая же отставка? Там же есть партия, которая руководит этим мэром, и, как сказала партия, выполняет. Ну а кто будет работать на людей? Потому что те, которые идут в власть, в народную власть, в местные советы, они должны понимать, что они жертвуют собой. Ну вот, это самое касается, начиная от президента и до всех донизу. К сожалению, у нас сегодня в стране происходит совершенно обратное, если я всегда говорила, что рыба портится с головы, говорят по поговорке, что честь это ее с хвоста. Я придерживаюсь другого мнения, надо отрубать голову. Вот так и с нашим мэром города. Понятно. Зинаида Петровна, какие новые горизонты сотрудничества планирует в этом году партия социалистов? В прошлом году, когда был съезд, партия была подписана, если я не ошибаюсь, шести межпартийных... Нет, у нас было четыре соглашения подписано, два были ранее подписаны, а в рамках съезда было подписано еще четыре соглашения с партиями социалистической ориентации с различных стран, это касается и Грузии, Белоруссии, Кыргызстана. Поэтому мы в этом направлении работаем и будем работать. Вы знаете, что у нас на съезде были довольно представительные зарубежные делегации из 12 стран, 16 делегаций. Почему 16? Потому что из Российской Федерации были делегации от трех партий, от Справедливой России, с которыми у нас есть подписанное соглашение от Единой России и от КПРФ. Мы хотим расширять сотрудничество со всеми нашими партнерами из-за рубежа. Я недавно имела встречу с руководителем Единой России из Российской Федерации, с премьер-министром России Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Мы обсуждали многие вопросы дальнейшего сотрудничества, у нас есть и ранний опыт сотрудничества, экономического, торгового. Но мы обсуждали, потому что цель встречи была начать переговоры по партийному сотрудничеству. Мы договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о сотрудничестве с Единой Россией. Партия, которая имеет конституционное большинство в Государственной Думе, которая пропрезидентская партия. и которая сегодня руководит, является руководящей партией в Российской Федерации. Нам это сотрудничество абсолютно необходимо, потому что у них есть различный опыт, в том числе и по избирательной системе. Я думаю, что в скорейшем будущем мы подпишем такое соглашение с Единой Россией, хотя у нас есть подписанное ранее соглашение с Справедливой Россией. Я встречалась с послом Китая, который пришел с предложением и с приглашением нашей делегации посетить Китайскую Народную Республику в июне месяце. И в рамках этого визита от партии социалистов подписать соглашение с Коммунистической партией Титая. Мы также встречались с послом Турции и договорились, что, скорее всего, этой весной до приезда президента Турции Эрдогана до официального визита в Молдову, делегация от партии социалистов в Молдову посетит Турцию и мы подпишем соглашение с руководителем Турецкой правящей партии пропрезидентской, скорее всего, где-то в апреле-начале мая месяца. Мы продолжаем некоторые другие переговоры с другими странами и, скорее всего, мы будем подписывать и другие соглашения, потому что обмен опытом с различными партиями, обмен опытом по социалистическому движению для нас очень важен. Скажем так, партия социалистов в этом году, партии социалистов, исполняется 20 лет. Ну, это относительно молодая партия, учитывая то, что определенный период она не была как действующая партия, она была зарегистрирована потом, после возрождения в 2011 году, когда мы начали возрождать и создавать структуры во всех регионах. Для нас очень важно иметь наших партнеров за рубежом, и опыт ихний очень важен. Я вот сама была на съезде социалистического движения Сербии в прошлом году. Они провели очень масштабный такой съезд, очень интересно, это наши коллеги, и нам есть чему поучиться, у них даже ихнему патриотизму, как проводили они съезд. Хотя я хочу сказать, что мы различные мероприятия будем проводить, в том числе и приглашать наших коллег из рубежа на различные мероприятия, в том числе и на наш вот такой юбилей 20-летний. Зина Петровна, я и мои коллеги желаем вам успеха в этом сложном деле и деле парламентария в этом сегодняшнем парламенте и в деле развития вашей партии. И будем внимательно следить, ведь сегодняшняя встреча продиктована не столько, хотя и в общем-то, в том числе и на журналистский интерес, но еще и тем, что очень велик зрительский интерес к тому, что собирается реализовывать партия социалистов и в парламенте, и в жизни страны. И это, наверное, совпадает, потому что ваша нацеленность партии на изменение судьбы страны путем изменения жизни каждого гражданина этой страны, она сегодня имеет самый мощный резонанс. Это очень важно. Спасибо вам за эту встречу. Спасибо огромное. Мы постараемся не подвести, чтобы было понятно абсолютно всем телезрителям. Мы будем находиться в оппозиции к нынешней власти, мы будем бороться за справедливые отношения к каждому гражданину страны, мы будем близко возле наших людей. Я знаю, что люди нас поддерживают, и учитывая, спасибо за сегодняшнее приглашение, учитывая, что по традиции, хоть это и не официальный праздник, вообще не празднуют в Молдове 23 февраля, но я... Но отмечают. Но отмечают абсолютно все, поэтому, уважаемые мужчины, хочу пожелать доброго здоровья, мирного неба, и дай Бог, чтобы вот эти красивые мундиры, офицерские, солдатские мундиры, пришлось одевать только на парадах в мирное время. Мира и добра вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный оценк». У нас в гостях был председатель партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречановна. Следите за эфирами, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...